Ни количеством, ни качеством. В следующем году в Кирове будет меньше автобусов и троллейбусов. Сегодня стало известно, что чиновники объявили аукцион на перевозке в 2022 году. Из документов стало понятно, что на маршрут из 1 января будет выходить еще меньше транспорта, чем в этом году. К чему готовятся кировчанам? К переполненным салонам или длительному ожиданию автобусов? Разбирался Алексей Иванов. Даже сейчас общественного транспорта явно не хватает. Кировчане, особенно жители новых микрорайонов, жалуются на недостаток машин. Чтобы уехать из чистых прудов, ждать приходится по полчаса, а порой даже дольше. Вот, например, как получилось, у меня вчера я ждала. Здесь полчаса. Мне нужно было пересесть на автобус номер 2. Там тоже полчаса стояло. Просто ждала. Недовольны кировчане режимом работы общественного транспорта. После 8 часов вечер количество автобусов резко уменьшается. Добраться домой с работой сложно. Остается надежда только на такси. После 8 часов, это кроме такси, на чем не уедешь? Это 2. Я ездила к своей родственнице во Владимирскую область. Там районный центр вроде бы. Ну, после 11 часов там немножко увеличивается цена билета, но ездит транспорт до часу ночи. Но у нас, увы. Вызывает опасения и состояние транспорта. В этом году несколько раз сгорели троллейбусы и автобусы. К счастью, обошлось без жертв. Как известно, подложенный состав изношен на 90%. Проблемы как внутри, так и снаружи. Также проблемы с персоналом. Кировчане жалуются на хамство кондукторов и неаккуратную езду водителей. С хамством транспорта кировчане сталкиваются регулярно. В социальных сетях постоянно жалуются, что их обсчитали и нагрубили из-за проблем с терминалом оплаты. Бывают и случаи, когда кондукторы высаживают пассажиров, если не читается пластиковая карта или нет денег на проезд. Кондуктор ребенка высадила, потому что у нее не хватило на карте денег. У меня не было возможности подойти, потому что было очень много народу. Так бы я, конечно, заплатила. Но она его высадила. Это очень неприятно. У меня у самой двое детей. Если хамство кондуктора обычно портит настроение, то агрессивная езда водителя может стать причиной ДТП. Чтобы успеть, шоферы приезжают на красный сетях светофора или высаживают пассажиров на перекрестках. Все это серьезное нарушение. Таким образом, уменьшение в новом году количества автобусов и троллейбусов может привести сразу к нескольким проблемам. Как минимум, Ковчанам придется дольше ждать на остановках и тесниться в переполненных автобусах. Как максимум, водители снова станут устраивать гонки за прибылью. Все это скажется на обычных кировчанах, на тех, кто ездит на работу каждый день и обратно. Чиновники мэрии, судя по всему, проблемы в этом не видят. Уменьшение количества транспорта, по мнению властей, это оптимизация. Частично у нас автобусов на некоторых маршрутах будет меньше, но на некоторых маршрутах у нас, наоборот, увеличится количество автобусов. Данные маршруты, это, например, маршрут номер 5. Изглани на маршрут номер 2, например, большой вместимости будет. Затем продолжены маршруты номер 38, 9 и 61. Помимо этого, чиновники обещают, что в следующем году транспорт будет ходить и в вечернее время, до 11 часов. Это обещали и в прошлом году, более того, это прописано в контракте. Мало что изменилось, уехать на автобусе вечером все так же сложно. Контролировать подрядчиков у властей, судя по всему, не очень получается. Подрядчики нарушают условия договора, рычагов давления немного. Конкурентов в сфере перевозок так же немного, а штрафы, как известно, минимальные – 1 рубль. К слову, в следующем году перевозчиков смогут расштовать за нарушение так же на 1 рубль. Алексей Иванов, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город».